Привет, друзья! В самом конце зимы я сломала правую руку. Больше месяца ходила в гипсе. Два дня назад я гипс сняла, но рука у меня очень плохо гнется, пальцы не слушаются, и каждый день я хожу в поликлинику на лечебную физкультуру, на процедуры и массаж. Но завтра начинается карантин, и нас всех предупредили, чтобы мы пришли в масках. Без них не пустят ни в общественный транспорт, ни в поликлинику. Мне не удалось купить маску в аптеке, сшить ее одной левой рукой тоже нереально. И тем не менее, я все-таки маску смастерила. И сейчас поделюсь с вами своим опытом. Прежде всего я заглянула в свой одежный шкаф. Вот у многих женских кофточек есть такая вот деталь. Это подплечники. Подплечники призваны создавать эффект таких крупных, объемных плеч. Вот сейчас это уже не очень модно, поэтому можно легко пожертвовать этой деталью костюма. Вот что хорошо, что подплечник полностью прострочен, обычно со всех сторон. Он представляет из себя кусочек поролона, либо кусочек плотной материи, хорошо обшитый со всех сторон. И он по толщине примерно такой же, какой должна быть и медицинская маска. Его очень легко отпороть от одежды, не повредив кофту и оставив в целом и сам этот подплечник. Он мало чем отличается от обычной медицинской маски. Он тоже плотный, он хорошо закрывает лицо, хорошо защищает, но у меня есть проблема. Мне нужно его каким-то образом закрепить за ушами. Учитывая то, что я не могу прошить его иголкой, нужно мне найти какой-то другой способ. Нам понадобятся ножницы и бельевая резинка. Вот наш подплечник. И с одной из его сторон сохранилась вот такая вот эластичная петля. С ее помощью он крепился к рубашке. Так вот, сейчас мы с двух сторон вот этой петли привяжем концы нашей бельевой резинки. Длина резинки должна быть такой, чтобы она плотно фиксировалась вокруг головы. Не за каждым ухом, а именно вокруг головы, чтобы она плотно прилегала, в то же время не давила. И вот такая вот конструкция простая нам позволит вообще обойтись без нитки с иголкой. Сейчас у меня очень хорошо прикрыт только нос. Рот, подбородок. А вот эти вот боковые поверхности, видите, они не зафиксированы. Поэтому нужна дополнительная фиксация маски еще с боков. Фиксируем резинку к краю маски с помощью вот такой вот канцелярской скрепки. С двух сторон. Ни в коем случае не берите железные скрепки, чтобы они поцарапали лицо. Я повторю, что я это делаю просто потому, что я не могу шить. Но если вы элементарно можете сделать несколько стежков, то, конечно, лучше просто здесь сделать вот несколько таких стежков и прошить с боков резинку. Это будет гораздо удобнее. Вот теперь у нас очень надежно бока здесь зафиксированы, ничего не отходит. Маска очень плотно прилегает к лицу. Единственная проблема – вот эти вот концы ограничивают мне обзор. Я правым и левым глазом не вижу, что происходит. Поэтому нам нужно эти концы сейчас заправить за резинку. Как видите, я концы заправила просто за резиночку. Достаточно комфортно я себя чувствую. Маска мне не давит, но она неплохо все прикрывает, все фиксирует. В таком виде я собираюсь сегодня отправиться в поликлинику. И вечером я вам расскажу, как все прошло. Добрый вечер! Я рада вам сообщить, что все прошло прекрасно, что меня пустили и в транспорт, и в поликлинику. И очень многие спрашивали, как же я смастерила эту маску без единого стежка. Но прошло уже более двух часов, как я ее ношу. И необходимо ее снять, продезинфицировать, постирать. Ну а завтра я отправлюсь в поликлинику уже в другой маске, которую я прямо сейчас начну мастерить. Это тоже будет очень простой и доступный вариант. И я поделюсь с вами опытом. Друзья мои, спасение утопающих – это дело рук самих утопающих. Берегите себя. И до встречи на канале Лекарства с грядки.